Нам надо еще ехать, но проблема в том, что... Хьюстон! Хьюстон! У нас проблемы! Хьюстон! Хьюстон! Это Хьюстон! Нагрузились и погнали! И там продавался дешевый, за 26 евро. А какой он, сыворотичный или нет? Ты же не знаешь. Ну и хрен с ним. Саша, нам надо обязательно взять баллон. Если мы не возьмем баллон, ты останешься без еды. Все остальное, все, что ты сейчас берешь, оно конечно хорошо. Но оно ничего тебе не даст. Все. Да. Поехали! 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 Оно ухо rural дурации. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спокойно ее пить и не притравить. Саша, умей экономить. Если ты не будешь экономить воду, ты попадешь в такой бобкер, что потом действительно умрешь без воды. Умрешь без воды и от обезвоживания умрешь, потому что получишь кишечную инфекцию. Мы на пароме, который поедет, нас повезет в сторону Хумаиты. И мы успели на последний паром, который в 9 часов вечера идет. 9 часов вечера. Сейчас будем пить, Саша. Садись, Саша. Не увидим слияние Риа Негроса. А люди смотрят новости в Бразилии. Не знаю, кто это есть. Сом. Да, Сом. Как она называется на бразильском? Ой. Иска. Иска. Оля, вот это пиранья. Пиранья? Пиранья? Где у нее зубы? Оп. О, зубы есть. Зубы. Зубы? Есть. Зубы. Это дадим ее снимать. Мрелс. Самые какие-то эти, эти, эти. Не надо было этого. Ладно. Тебе не надо это. А что вот это? А что вот это за рыба? Вот это вот, другая. Стоит, я даже кидает. Не, а что это за рыба? Что это называется? Как она? Это, наверное, что-то половина. Не понимаю. Ну ладно. Пойдем. Хорошо. Тебе не надо это, мы сами пошли все. Окей. Ну что ты будешь делать рыбу сейчас? Или ты спать будешь? Саша, вот посмотри, сколько у тебя интересных идей возникает. Но они нереальные. Но ты можешь купить рыбу на вот последний день. Что ты взял купить? И что ты тебе будешь делать? Выкинешь ее. А? Ты взял консервы и это, я согласен. Просто ты устал сегодня и все дела. Поэтому твой мозг глючит. В чем конкретно? Вот и все, что я вижу. Давай теперь спокойно отойдем еще к столбу светлому и перепакуемся. Потому что я не смогу ехать. Вон тут гулянка, правда, какая. Так, твоя одна бутылка кончилась, это хорошо. Одну ты кончилась. Двое моих, вот я их оставляю тебе на одну бутылку эту. Я чувствую, ты ее выпьешь. На. А, я не знаю. А? Ну куда мне сюда же? Ну куда ты хотел? А я вот сейчас буду решать, куда засуну себе эти. Вот и все дела. То есть... Саша, не надо своим страхом потакать. Ты уже... Они все равно тебе потом в итоге лень и страх. У тебя сейчас денег больше, чем у меня. Ну никак, смотри. У тебя денег сейчас больше, чем у меня. Вопрос. И ты даже израсходовал мой запас денег. Давай я тогда их верну. Ты их не вернешь. Они уже были в долларах, а сейчас не в долларах. Ну и хорошо. И ничего, понимаешь? И что там будет, я не знаю. И я спокойно тебе отдал. Ну что я тебе еще мог сделать сегодня? Ничего. Я тебе все, что мог, отдал уже. А больше... Ты это сможешь сделать, когда тебе это пригодится. Оставь доллары, они тебе важнее. Не зря они хотят доллары взять. У тебя сегодня взяли мужики с радостью доллары. Ну... Мне нужны реалы. У тебя есть реалы. На водичку у тебя есть. Чуть тебе не имется, понимаешь? Тебе сегодня заметь. Вот сейчас я тебе сказал уже. Останови. Камера горит. Вот. Камера что-нибудь? Она уже разряд. Разрядно, кстати, снимает. Вот здесь. Это уже по дороге Хумаиту после Манауса. Вчера приехали ночью, ехали тут. Сашель испытывал волнение, как всегда. Я устал. И в общем, в итоге мы приехали в Дикий Комаринник. Выкусали нас, конечно, конкретно. Если бы не тент, поставили тент и сделали еду. Спрятались вот здесь. Эта дорога Хумаиту, она как раз тут перешла. Но это мы не знали, что тут. А тут оказалась в джунглях река. Тут, конечно, хорошо. По сравнению с тем, что мы встали прямо около дороги. Забили на всех гопников. На все. Забили. И стали здесь. Почему? Здесь. Ну, потому что... Вот, кстати, она там была хорошая дорога. Перешла вот в такую. Однополосную. А дальше, говорят, вообще будет вот такая вот глина. Ну, а если глина не размокшая, то она имеет накат. Вот. Встали мы здесь, здесь потому что значки какие-то. Поставили тент. И все. Саша нашел какие-то гигантские гнезда. А здесь плавал индейец какой-то. На своем этом... Ну, родственники его индейца. Я думаю, он местный. Ну, это... Минус, конечно. Единственное, что с комарами, пока я намазался дегтем, когда сразу намазываешься, крем его сделал, то нормально. Антураж тут хороший, конечно. Спать было нормально. Только комары, конечно, дико. Тут как болото получается, жара. И комаров очень много. И поэтому... Единственное, что надо с ними бороться, заранее ставить тент. Но если накомарник отсекает их, то тогда нормально. У нас, получается, они налетели под накомарник. Было не такое количество. Уже можно было. Если бы не было накомарника, ну, просто надо ложиться без ужина в палатку, и все. Это была дичь, конечно, ночью. Но... И опасность это малярия. Что мы с Сашей могли попасть под малярию. Уже попали, скорее. Но нам 14 или 15 дней, еще 2 недели, она будет в крайнем случае развиваться. Если у нас иммунитет ее не сожрет, эту малярию. Вот. Поэтому, в принципе, я думаю, что у нас иммунитет и справится. Вот. С этой стороны болото, вода. И с той стороны. Я еще пойду, одену бахилы ОЗК. Схожу, посмотрю. Будем набирать. И Саша сходит. Вчера ночью я туда не мог зайти, боялся. И поэтому мы стали бы в этом месте единственной на дороге. А так тут везде вот такая вода. И там, и там. И рыбак ходит. Да, и рыбак ходит. Снимай. Важно то, что в отличие от этих убогих, убогих фавел, номеров, хостелов, где духота страшная. Я даже не снимал наш этот... А, нет, чуть-чуть снял наш этот хостел. Убогий. Где-то нет в окна, где там кондей этот сушит воздух. Спится здесь нормально. Потому что здесь свежий воздух все-таки. Ночью, именно ночью, бы ехать вообще идеально было. Но ставить сложно. Ставить сложно, потому что комары. Тен. Надо быть к этому готовым. А так? Идеально. Какая-то пальма цветет. Хорошая. Тут вот эта река, вот тут залито все. И этот индейец, на чем он не плакал? А, плавал. Я ему... Гнезды. Я не уверен, что это гнезды. Это какая-то типа болезнь. Сейчас заснимем. Сейчас заснимем. А что тут на знаке написано? Ты читал? Что написано? Что написано? На знаке. Трафика М. Трафика большая. А вот еще хвоя болезнь. Да, вот такая, наросты какие-то. Пойдем посмотрим туда. Он там тоже вот на этом шестом дереве. Ну, ну, пошли посмотрим, что это такое. Мы же тут ничего не знаем. Поэтому... Саша сказал, что вот этот нарост гигантский, это гнезда. Я не знаю, стучать не буду, но мне кажется, что это не гнезда. Почитать потом надо погуглить. И там такие же. Скорее всего, это какие-то термитники. Или кто это строит такое. Ну, оно как облеплено, да. Хрен поймем, что это здесь, вот там. Ну, что-то когда мазонка разливается, вот здесь у вас остается. Нет, нет, это не барахло. Это какое-то... Или это растение, или это кто-то облепливает. Типа термит, или что. Очень много колючек. Там все колючки. Чуть-чуть пройди дальше, сразу тебе поколи. В общем, что сказать. Это джунгли впереди. Настоящие мангровые заливные джунгли. Ну, интересно. Естественно, жара и духота остается. Сейчас уже началась. Что жара и духота остается, сейчас началась. Еще интересно, что много растений, все имеют колючки. И еще интересно, что дров достаточно много. Сухих всех, много этих. Видимо, есть сезоны дождливые, где действительно ничего не будет гореть. Но сейчас сезон такой, что нормальный сезон. И, в общем, сейчас все нормально. Я фильтрую воду. Фильтрую. Вода в самом городе Манаус мы налили зак, она показалась чистая. Я ее, когда закипятил, столько всплыло, тут и пластика, кусочки. И все, ее не фильтрую. Какая-то непонятная какая-то у них система, короче, и водоснабжение, если она вообще присутствует. Вот. И, конечно, надо фильтровать. А вот в тех вот озерах, где вот здесь вот рядом уже джунгли, мангровые, я почти уверен, что вода чище, но ее, естественно, надо профильтровать. Профильтровать и закипятить. Чем мы сейчас и занимаемся. Я хотел бы на твою. Давай. Фильтруем и кипятим. И у нас будет чистая вода. Достаточно сейчас накипятим сегодня воды, потому что там с этим проблем, конечно, возникает. Воды уходит очень много. Наверное, литров шесть. День? Ну, у тебя вообще это Саша выжирает воду, как с пылесос, и скоро из-за этого ему все тяжелее и тяжелее. Пылесос. А сейчас еще предпринял ахинею. Решил ради ребят фоточек и инстаграма куда-то лететь обратно, вернуться шесть километров, шесть туда-шесть. И это, чтобы написать, что у нас нету этого, и скинуть фото. Ну, скинь, скинь. Бесполезно и бессмысленно. А я считаю, что это левые абсолютно ребята все, которые сами никуда не хотят, ленятся. И поэтому хорошо, что Саша их так ценит, но они его не так ценят. Поэтому забить на все, на них забить. Ну, не говорите там за всех. Да, это факт. Это факт. Чего они тогда не здесь, если они такие? Да, я почему-то не удивлена, почему они не здесь. Ну, тогда зачем ты им несешь фотки, которые никакого отношения к ним не имеют? Ладно. Вот я в том и плане и говорю. Что важно, что вот мой канал, например, существует для тех людей, которые сами куда-то едут, для тех, у которых какое-то миропонимание, а всех остальных, они говорят, это трэш, и игнорят. И правильно, он откидывает левых людей. Эти люди леваки, которые для меня их не существует. Нули, которые поедут потом в отель Манауса, и ты сам понял, что в этом хостеле, или в другом хостеле, или в третьем, ты, где прячешься в Кандеев, ты создаешь себе искусственную атмосферу, ведь натуральная атмосфера здесь, натуральная, вот как мы даже под этим говнотентом у говнодороги. Она приятнее, чем в отеле. Человек все, что он сделал пока, что это говно. Иди, это не работа, а дуй. Все. Вот и поговорили. Ну ладно, все по делу. Ладно, жизнь продолжается. Ой. Абригадо. Амазонки. Здесь сухое абсолютно дерево. Дров тут полно. И кто-то ляпает огромное, вон там убегает уже, убегает. Какие-то огромные. Тут он ляпает, кто-то охотится тут. Он меня боится. Наверное, крокодил, потому что там удары такие были серьезные. И ночью, и это. Он меня испугался. А я сейчас возьму палочек себе на щепочницу и буду есть, иду делать. Вот отломаю этот сук и вот ту палку. И все. Тогда Саша дурака валяет. Ему бы надо научиться кипятить себе воду, если он так много пьет, а не дврака валять. Ну, он программист, поэтому типичный. Я хочу печеньки и отдыхать. А ломать не строить. Здесь действительно опасно. Здесь могут быть какие-то змеи, поэтому хрен с ним посидит. Ну вот. Джунгли настоящие, мангровые. Какие-то такие. Интересно, конечно, тут. Птица летает, охотится. Там какие-то интересные деревья, помимо пальм, которые растут в воде. Какое-то засохшее, но оно еще с плодами. Не знаю, что ли. Но они будут хорошо гореть. Это факт. Суфии, которые. Многие, похоже на сухие, но другие. Саша стоит. Изучается. О, это хорошо. Ознакомление дошкольников с природой. Это я и Саша. Дошкольники ознакомливаются с природой. Естественно, это и требовалось доказать. Это ж не музыка, бахи. Покажи, какая вода. Первая вода. Саша с удивлением обнаружил, что бахило с Олегом, что это не вода непроницаемая. Что это я буду доказать, это же понятно. Бахило, бахило, бахило. Заленился. И второе. Но ничего не попадут туда эти. Ну что ты над водой так капаешь сюда, посмотри. Да унизу. Так, хорошо. А вот вода через чулок. Нормальная вода. Запаха нет болотного. Но тут река. Это река. Он здесь плавал сегодня индейц. Плавал здесь на деревянном чулоне два раза. Ну или какой-то такой. А-ля индианцы. Поэтому. Саша поехал. А я попробовал без гуараны. Без гуараны попробовал что-то делать. И выглянуло солнце тут. Наш тент еще пока я не снял. И хорошо, что не снял. И такое пекло стало, что вот с меня семь водов сошло. Все мокрое. Все мокрое от воды. И пришлось попить воды. Чтобы хоть как-то восстановить. Надо будет потом из-за доника бахнуть. Ну короче, адок здесь. Мы или еще не акклиматизировались, или что. Ну сейчас выпил гуараны. Он говорит, гуараны пьют все. Все пьют. Она везде продается. Это буразийское растение. Вот. Это какой-то адок. И сел, в общем, фильтрую воду. Вот эту и речную. Она вроде неплохая даже вода. Фильтрую ее. А потом надо кипятить ее. Хотя бы воды заготовить. Пока Саши нет. Хотел велосипед починить. Что-то не справляюсь ни с чем. Жду, когда гуараны подействуют. Потому что пока что адок. Какой-то просто адок. Семь поток сходит. И все. Ни на что нет сил. Влажность большая тут очень. И все. Непонятно, что, как, где и почему. Купил местного приготовления пиранью с рисом и с бобами. В порту. И решил ее есть. А почему ты думаешь, что это пиранья? Ну, мне сказали, что пиранья. А сколько она стоит? Пять рубасов. Пять рубасов. Ну, это немного. Тут достаточно этого много. То есть, пять рублей. У них вода дорогая. Ну-ка голову оторви ее, покажи. О, пиранья, зубы еще какие. Покажи. Да, зубы есть. Есть зубы, да, есть. О, они вообще. Да, 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 есть. Ну, ка дай посмотреть, а как они ее, разверни, ее делают или нет? Ну? Разверни. Они даже не вынимают внутренности. Вынимают. Видишь? Где они вынимают? Ну, может быть. Не вынимают, да, они внутренности. Покажи, ее чистят они или нет? Ну, да, вроде. Ну, вроде отрезали желудок, да, и желудка что-то вырезали. Шкуру с нее не снимают. Плавники чуть-чуть подрезали. Ну, вполне прикольно. И дело, какая она по вкусу. Так, я пойму, можно выкинуть? Надо в единый пакет для мусора. Вот он у нас тут. Пока надо такой. Ну, Сова. Ну. Я не хочу. Попробуй, давай-давай. Рыба как рыба. Рыба как рыба. Рыба нормальная. Нормальная. Вкус даже... Обычно нашего карпа. Нет, карп более жирный. Это такая более пресная рыба такая. Саша, Саша, не ешь меня больше. Не ходи в Амазонас. Рыба. Довольно вкусно. Ладно. Дело ясное, что дело темное. Ешь твою рыбу с рыбой. Вот столько костей из пирани. Саша не хочет уже... Съел, Саша, свою порцию. Очень костистая пиранья. Но достаточно... Похоже немножко на филе трески, мне показалось. Довольно-таки неплохо. Довольно-неплохо. Где-то полтора доллара рис, бобы и пиранья. И тарелка. И тарелка слив. И ложка. И ложка. Вот такие тут разливы. Сегодня, сейчас уже 6 часов вечера. В 6 часов вечера тут становится практически темно. Скоро будет полная темнота. Но сейчас там стало похолодней. Мы этот первый день, получается, серьезный. Пути, которые должны были ехать 100. Мы не проехали сейчас 0 километров. Саша съездил обратно. Купил свою пиранью, съел. Я тоже там сидел, боролся. Меня тент срывала. Гроза шла. Кусала муха какая-то. Я даже хотел показать, какие мухи. Крокодил! Крокодил! Это крокодил, это его голова. Я вижу тебя! Я вижу тебя! Вот. И много было нюансов. Плавает паразит. Вышел на охоту. Мы должны были давно. Но только начинаем. Это крокодил. Вот он плавает. Это его голова. Кайман! В первый же день крокодила. Много крокода. Это крокодил. Кайман. А, более маленький, я так понимаю. Больше метра точно. Если это его голова, то толща метра. Метра двадцать. Метра двадцать, наверное. Он охотится. Он не может захватить пищу, жертву под водой. Мы видели с Сашей крокодила. С моста. Я показывал его голову. Большой такой. Польше метр двадцать, наверное. Или еще больше. Плавал. Вот. Саша съездил свою пиранью. Взял, съездил обратно и вернулся. Отправил смс-ку, что дальше ничего не работает. И я боролся с насекомыми, с гадами. Если бы не тент с накомарником, можно было бы сливаться. Сейчас мы тут проезжаем. Места тут болотистые. Начнутся сплошные комары. Свет мы не включаем, потому что они потом кусать начинают больше. И все летят на свет. Мухи какие-то меня укусило. Грудь муха сразу раздувает. Черт-те что. Может, она личинки откладывает. Маленькие даже кусаются. Много тут этих гадов. Если бы не тент, то вообще там пекло было такое. Еле-еле. Сегодня велосипед переделал. Багажник, потому что все. О-о-о-о. И в общем, сложная ситуация. Пока мы выхода еще не нашли, Саша. Из этого. Не нашли выхода. Дома на сваях. Дома на сваях. Невероятное количество хафешек. И вот, в общем, сегодня раскачный день. Надо было теоретически 100 километров делать. Мы еще только поехали. 6 часов вечера сейчас где-то. 6 часов вечера уже становится полностью тьма. Может, даже чуть раньше 6. Здесь совсем все по-иному. Становится совсем темно. Но если будет луна, то видно, куда ты едешь. Фары включаешь и все. В общем, сегодня было непросто. Много я не снимал. Даже не стало плохо. От этой же рывы. Ой! Да, стало от жары. От жары стало плохо мне. И я напился тоже гуараны. А тут ее все глушат. Как чумные. Вон храм какой-то Христа Спасителя. И... Жар какой? Да. И в общем... Стал бороться. Стал бороться я. Боролся как мог. Сегодня. Совсем. И сейчас только поехали. Тут только вечером... Ой! Только вечером... Погода. Погода. Более-менее. Днем. Хорошо бы полежать было. Но тут невозможно лежать. Тебя будут атаковать. Кто-то тебя будет атаковать. Нас покусали вчера серьезно комары. Сегодня тоже будут попытаться. Но мы, конечно, уже приняли меры. Но невозможно всех комаров тут избежать. Поэтому основное, что мы можем сделать... Основное, что мы можем сделать... Это... Посчитать две недели. Две недели развивается где-то малярия минимально. И потом приступы лихорадки по шесть часов где-то такие. Но через шесть часов проходит. Шесть-семь часов. То есть мы можем это. А вот еще один разлив. И скорее всего вон там он. Островок. Это голова крокодила будет. Он будет плавать здесь. Это будет крокодил. Это будет крокодил. Вот он плавает там. Где-то метр пятьдесят такие крокодильщики. Здесь метр двадцать, метр пятьдесят. Значит, где-то есть и большие. Растут маленькие. Там ночью кто-то шуровал рядом с нами. Какой-то крокодил. Ляпал-ляпал. Ой. Много тут гопников. Ну, я думаю, что мы основные тут. Вообще интересно тут. Но... Ну, я не знаю пока. Я никакого не делал выводов про эту страну. Мы здесь чужды. Здесь действительно интересно. Шумят попугаи и вся. Что-то тут не выдают. Каких только звуков ты не услышишь. Какие только деревья тут тебе... Нет. Какие тут насекомые. Их все время они заедают. Если у нас только клещи, то здесь и клещи, и шмещи, и свещи. Растения царапаются. Секунду подождал. Муха садится. Муха отложит личинки. В те червяки будут. И уи-уи-уи-уи-уи-уи. Уи-уи. В общем, это дичь. Поэтому пока никаких выводов. Саша сегодня воспрял духом. Недорогая еда уже здесь. Все хорошо. Но по пути у нас еды с собой. Так что до пираха надо ехать. Можно спокойно и там покушать. То есть проблем пока нету с этим. Проблемы только с нами. С нами. Там, где мы. Постоянно еду в лицо. Какие-то мошки уже вылетают. Вот. Ну, пока держимся. Это комары. Это амазонка. Вот это вот. Я не знаю, передает ли камера. Кишение. Это все комары. И мошки. Это амазонка. Страшное дело. Огромное количество комаров. Километража даже не пишут. Далеко. Без расстояния. Далеко. Далеко. От Суарес. От Суарес. Пекло. Вот так мы палатки установили. Самое интересное, что будет пекло. Будет где-то градусов 34. Здесь так. На солнце где-то 34 градуса. 35. 34-35 вот так будет. Но проблема в том, что когда солнце едет, это намного мощнее получается, чем это. С утра. Ночью здесь самое комфортное. Ночью едешь нормально. Тепло. Можно ехать совершенно в майке. Ну, жарко даже. Но приятно. Это свежесть. Сейчас уже не очень. Мы не очень удачно становились. Мы ночью съехали. Вот тут наша дорога идет. Вот она. Вот. И мы съехали сюда. Почему? Потому что так немного и где остановишься. То колючие проволоки они свои ограждают фазенды. То какая-то еще хрень. В основном просто джунгли. Вот такие вот, как здесь. Вот они. А это вырубка. Вот у меня даже хроуфорост из дрова для печки. А это вырубка. Вот. Вырубили эту всю хрень. Нафиг. Вон нафиг. Водоемы. Есть какие-то вот стоячие тут же водоем. Которые вам пиране наверняка водятся. Или что-то. Лужа, по сути дела. И, конечно, самарат разводится. Но мы набрали воды для мытья. Вот стоит такая жертвоватая вода. Я смотрю, что там будут зашитики плавать. Вот. И все это за раннем будет работать. Никогда не денется. И прокипятим. И вот этот участок вырубили. А дальше дорога идет туда. В джунгли. Вот. И здесь еще более-менее нормально. В адеквате. Здесь какие-то были летающие тараканы. Из минусов. Но они не кусались. А так выйдешь. Единственное место спокойное, где можно в трусах походить. В жару. Это вот здесь. Это кожух безопасности. От дождя он не работает, наш тент. Но мы его натянули. Чуть-чуть прикрывается он солнцем. Заряжаем гаджеты. Скоро будем завтракать. И это 8 часов утра. И жарение уже невозможно. Но чуть-чуть, наверное, уже и привыкаем. Даже сегодня попробуем. Может даже по солнцу поехать. А вот мухи сели. Вот эта вот муха меня вчера очень сильно укусила. Я поубивал и даже хотел показать. Вот эта сидит мушка такая маленькая. Она как танк такая черненький. Они тоже кусаются. Все кусается. А, вот след от этого укуса. Вот он. Сейчас покажу. Но дело в том, что... В общем, то шуток пределять внимание всему этому. В общем, Саша отошел сейчас придет. Будем собираться делать еду. Поэтому все равно ты прячешься под этими накомарниками. Потому что в других местах еще хуже. И то всегда какая-нибудь тварь заползет. Каждый вечер нас кусают комары. Мы, конечно, отбиваемся от них. И пшикаемся. Но все равно обязательно кто-то прожрется. Кто-то где-то накусает тебя. И поэтому... Куртку одевают даже на жару. То есть мокрый от фото. В общем, слава Бразилии. Может, слава Украине. Может, слава России. Выкатились с нашего места. Место было неплохое. В джунгли. Болото, пальмы. Насекомые скоро появятся. Комарики, кусярики. Вот там Саша идет. Вот там мы стояли. Редкий велосипедист, но вот как раз сейчас едет. Велосипедистов тут мало. С пару лет я закрепил неудачно. Вот и Саша идет. Там джунгли прорежали. Тут эту часть срезали. Деревица только такие оставили. Все остальные вырезали. Там был их ворост и все остальное. Тоже поехал Хьюстон. И только тоже у него, Хьюстон, у нас проблемы. Здесь очень много велосипедов Хьюстона. Поэтому много и проблем. Сегодня нам надо прокатить хотя бы 60 километров. Но я чувствую, что кончится это 50 километров будет, не более. Но надо верить. Саша 100 сказал про крути. Мы проедем сейчас до темноты. Перекусим перед темнотой. И потом будем ночью. Саша, ну что ты не сходишь в туалет? Поехали, ну. Решил поснимать немножко. Тут джунгли вырезают частично. Они начинаются дальше. Здесь забор, к примеру, идет. И так бы там вот остановиться, там где эти плантации. Что-то растет здесь у них. Кокос какие-то, может. Какие-то пальмы тут посадили. Дальше уже дикие будут джунгли. Такие вот дома на сваях. Потому что тут, когда, видимо, амазонка разливается, месяцы разлива, совсем бадхёрд. Вот лодка даже стоит. Около этой пристани. А воды сейчас мало. Нет воды. Что ты бежишь? Вот так вот они живут, простые бразильцы в сельской местности. Крыша дырявая. Дома на своих ног дружелюбные. Ничего не скажешь. Они любят меня так же, как любят себя. Они хотят видеть меня на вершине, потому что сами умеют летать. Каждый день, как в джунглях, танцы в узких туфлях, страсть в красных углях, иголки ватных углях. Зелёные плоды. Что это такое, я не знаю. БР-319, 50 км. Но выглядят симпатично. За колючей проволокой. Значит, съедобно. Но тут всего много за колючей проволокой, частной территории. Это наша земля. Бразильская. Это наша земля. Это наша земля. Наша земля белорусская. Ничего общего. С белорусской землёй. Ничего. Ничего личного. Ничего общего. Много паразитов тут всяких. К телу Родины присосалось. Кровососущих, кроволетущих, откладывающих личинки. Посмотрим, что дальше будет. Пока едем. Саша шкандыбается. Через час будет уже темнеть. Даже вечером. Едется здесь непросто. Тяжело тут едется. Влажность 90% сейчас. Где-то градусов около 30, я думаю. 28 будем считать. Жарко-душно. Вот. Поэтому, у Саши говорит, побаливают у него коленки. Он проехал всего 50 километров. А это третий день. До два дня по 25. То есть, то ли ещё будет. Отвлёкся. Смотрел на плоды. Очень много разных диковинных плодов и деревьев. Дорогу тут подремонтировали. Это большой мост. И там вот они так живут. На реке. Она тоже впадает в Амазонку. Или Анега. Тут всё рядом. Все реки туда впадают. Но она такая широченная. Дома на сваях. Когда метр на три подымается здесь. Когда все затапливают эти луга. Деревья растут в воде. Дичь. Мне сейчас стираешь какую-то дичь. Много насекомых больших. Очень больших конских. По сути дела отдохнуть можно только в тенте. А так садишься только что-то делать. Взять на кусючие мухи какие-нибудь тебя донимают. Или что-нибудь ещё. Местные ездят на моторках. Рыбачиваются. Ну-ка, давайте разгонимся. Сейчас. О! В футбол играют даже. И девушки, и это, и смотрят. Вот они играют в футбол даже здесь. Молодцы. Мини-футбол режется. Фух. Ну, хорошо. Хоть какой-то ветерок свежий добавляется. А-100. Ну, конечно. Наша белорусская заправка. Сеть. А-100. Опять ребята режутся в футбол. Но тут и по телевидению громко смотрят футбол. И все громко смотрят. Почему они хорошо играют в футбол? Потому что попробуют и побегать по песку постоянно. Саша остановился в Кахехе. Развлекается. Вместо того, чтобы ехать, мы проехали всего 5 километров. Зато Саша поездил. Люди здесь спокойные. Чего я достать свои вилки забыл? Достать надо это в следующий раз учесть. Потому что здесь, конечно, я не доверяю ничему. Саша будет пить, есть это еду. Радуется. Я за него рад. Но я не способен на такие подвиги. Где гуарана? Напиток Реал. Гуарана. Везде все гуарана. Саша ест пирожки какие-то. Я, конечно, всего этого стремаюсь. В то время, что пирожков не ел. Что? Ехали, 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 ехали. И... Пореехали. 100 километров мы проехали в общей сумме. И мой Хьюстон. У нас проблемы. На нем просто оторвалась боковуха обода. И протерлась, потому что, видимо, там кто-то ибо тер-тер, там тер-тер. А в алюминиевый обод одинарный. Она просто оторвалась. Сидим сейчас. Нашли место. Это русло реки. Завтра покажу. Русло реки. Здесь засуха и здесь песочек вот у нас. И за нами джунгли. Мы выбрали кусок, чтобы засуха на солнце не выпила. Проходилось. Проходилось. Здесь нет засуха. Нету ничего. Вот. И луна. Луна. Вылажняет большая, как в туманке. Дюсад везде осел. Ой, подхерд. Опять что-то было. Ой. Ой. Она быстрее ест, пап. Что, Зоя? Все, поиграли? Поиграли? Ну, давай. Экузо имитацийс. Чао!